На разных очередях набережной Волги, но одинаково ярко и масштабно, встретил самарцев уже ставший ежегодным Волга-фест. Квест-игра «Страна победителей» собрала сотни горожан и началась с третьей очереди набережной, включив в себя порядка 60 тематических станций, за прохождение которых в маршрутный лист участника ставилась печать. Столько ответов дали, даже больше, чем заданы на вопрос. Целью квеста стало прохождение наибольшего количества станций. Самые активные участники боролись за ценные подарки – умные часы, колонки, наушники и главный приз – туристическую путевку на двоих. В то же время в рамках фестиваля Волга-фест горожане могли разукрасить исторический забор у Самарской ГРЭС. Будущую палитру для него выбирали сами жители города при помощи голосования. Правой первой кисти было предоставлено главе города Елене Лапушкиной и министру культуры региона Татьяне Мардуляш. Спасибо всем организаторам, кто это придумал, кто это организовал. Я могу сказать по себе, что когда я голосовала, в один прекрасный момент я только поняла, что я голосую не за цвет, а за название. То есть я действительно там включилась, раздумывала, почему именно этот цвет так называется, но мой выбор оказался третьим. Спасибо большое, что позвали сегодня участвовать непосредственно в покраске. Я очень люблю красить. Мне кажется, это успокаивает, выстраивает на созидание. Ну и к цветам просто красивее. Автором проекта стал известный художник и куратор Андрей Сяелев. Он уже известен жителям Самары своими панно Тетрис на Галактионовской и Воробьиным кварталом стеной из старых почтовых ящиков на улице Ленинградской. Основной принцип раскрашивания забора у Самарской ГРЭС от большего к меньшему. Где больше всего голосов, тот цвет самый нижний. И чем выше цвета, тем они к уменьшению как бы так идут. И голос каждого будет учтен. И забор будет покрашен во все цвета, которые, собственно, предложили участники. Глава города поздравила самарцев и гостей столицы региона с Днем России, особенно отметив организаторов фестиваля Волга-Фед за исключительное настроение и разнообразие тематических площадок. А уже вечером самарцев ждал приятный сюрприз – выступление группы «Любе» на самой большой площади Европы Уйбышева. И розыгрыш главного приза для победителей квеста. Туристическую путевку на двоих выиграла жительница Самары Ирина. Совсем скоро она отправится в Санкт-Петербург. Она появится в Санкт-Петербург во время чемпионата Европы по футболу еще и в ближайшие дни. В завершении праздничной программы и концерта жителей Самары и гостей города ждал фейерверк. Ольга Павлова, Мария Левина, Константин Головин. События.